Такие книги ты можешь прочитать за вечер для ЕГЭ по литературе. Меня зовут Марина, я преподаватель литературы в онлайн-школе Турбо. Сейчас поделюсь с тобой произведениями, которые точно спасут тебя на экзамене. Во-первых, давай разберемся. В ЕГЭ по литературе есть произведения обязательные. Они встретятся в первой части КИМ, фрагмент из них будет дан тебе для того, чтобы проанализировать его, ответить на тестовые вопросы по как раз таки этому эпизоду. Есть еще базовые тексты, они из программы ОГЭ, и они будут полезны для сочинения номер 5, номер 10 и номер 11. Мы сейчас поговорим об обязательных произведениях, которые нужны в первой части КИМ, ну и в сочинении номер 11. Там нужны все. К самым обязательным относятся 19 книг. Среди них есть такие крупные произведения, как «Преступление и наказание», «Обломов», «Война и мир», «Тихий дон», «Отцы и дети» и тому подобное. Ссылку на подробный кодификатор я оставлю в комментариях. И помимо этих больших произведений есть еще маленькие, которые тоже не менее важны, они тоже довольно обязательны, и они также встретятся в первой части КИМ, и по ним будут вопросы в 11 сочинении. Вот как раз таки к ним ты можешь приступить, если тебе нужно очень быстро сразу подготовиться к нескольким произведениям. Довольно быстро читаются небольшие поэмы авторов Серебряного века. У Блока эта поэма 12, она читается 8 минут, у Ахматовой поэмы «Реквием», она читается 6 минут, ну и самая большая поэма, она у Маяковского, читается целых 25 минут. Допустим, в один вечер ты можешь изучить как раз таки эти три произведения, эти три поэмы. В следующий день ты можешь приступить к рассказам Чехова. Там тоже в кодификаторе среди обязательных три рассказа, это «Студент» читается вообще 8 минут, «Ионыч» и «Человек-футляре» читаются 25 минут. Максимум полтора часа и уже три произведения у тебя в кармане. А че так можно было, что ли? Ко всем произведениям и обязательным, и базовым мы готовим на наших курсах в Турбо. У нас каждую неделю по три вебинара, каждую неделю мы тренируем и тесты, и сочинения, и также учим стихотрение для сочинения номер 10. Мы готовим от самого нуля и доводим до самого ЕГЭ, то есть мы пройдем буквально все, что нужно. Подробнее о курсе по ссылочке в описании. И дальше останется добавить только рассказы Бунина. «Чистый понедельник» читается тоже 25 минут, но вот «Господин и Сан-Франциск» уже читается 45 минут. И останется рассказ «Таруха и Зергиль» читается 40 минут. Как видишь, больше половины произведений, которые относятся к обязательным, читаются меньше, чем за час, а некоторые и вовсе за несколько минут. При большом желании ты можешь это все прочитать за один день, но ты можешь это растянуть буквально на несколько дней, в спокойном режиме их прочитать, и ты уже будешь готов к половине кодификатора. Напомню, что мы сейчас говорили только по произведениям, которые обязательны в первой части Ким. То есть они прям жирным шрифтом отмечены в кодификаторе. Но есть еще и базовые тексты, которые также необходимо знать для сочинений номер 5 и номер 10. И не забывай про остальную половину обязательных произведений, которые могут точно так же попасться в первой части Ким, и могут также встретиться в сочинении номер 11. Они, конечно, побольше, и их надо дольше изучать, но они также важны, и я надеюсь, что ты их не пропустишь в своей подготовке. Постарайтесь прочитать и изучить все, что есть в кодификаторе, а это видео лишь рекомендация для тех, кому нужен быстрый буст и быстрый скачок в подготовке к ЕГЭ по литературе. Надеюсь, это видео замотивировало вас поскорее пройти уже эти произведения и почувствовать себя молодцом, что вы уже столько знаете для ЕГЭ по литературе. Напишите в комментариях, какое первое произведение вы прочитаете. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк ему и подпишитесь на канал, здесь очень много полезного про ЕГЭ и про литературу. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!